Итак, дорогие друзья, доброе утро, всем доброе, добрейшее утро, и шалом, всем шалом, из святого города Иерусалима, и, как говорится, из Циона, с горы Цион выйдет Тора, и два Рашемы, Слова Бога, из Иерусалима. Все у нас совпадает, и мы, значит, продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать мудрость царя Соломона, который нам эту Тору передал, он был пророк, он от Бога получил знания, получил Тору, и нам его передал в книге Мишлей, а мы с помощью великих комментаторов, таких как Малбин, Медсуда Давид, Раши, мы стараемся это понять, принять и применить, потому что человек живет в мире, своей модель мира построена из знаний, то есть каждый из нас живет в мире, который построен в голове из знаний, представляете, какая удивительная вещь, что вот так вот человек живет и думает, вот я живу, где я живу, бах, у него в голове идет идея, я живу в мире, в каком мире, столько-то странно, что сейчас в мире происходит, вот это, а какой мир, вот такой, а что собираюсь сделать, он его расширяет как бы в будущее, но все это происходит в мыслях, то есть человек живет в своих мыслях, представляете, и вот это знание о мире, у большинства людей это знание, у всех людей это знание, оно построено на базе тех знаний, которыми делились с ним люди, которые его воспитывали, то есть когда-то в детстве родители ребенку растолковывали, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно питаться, как правильно работать, как нужно себя вести, как надо делать зарядку, как не надо делать зарядку, и дальше ребенку давали смотреть фильмы, мультики, телевизор, и у каждого в голове вот так вот, знаете, как программировалось такое, как фильм такой, такая картиночка, 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 и большая часть картинки, она в тени, она не подгружается, знаете, как в компьютерных играх, когда ты заходишь в компьютерную игру, то тебе показывается на экране какой-то, ну, дом, например, да, какая-то стрелялка, игра стрелялка, улица, дом, люди, ты стреляешь, поворачиваешь за угол, опять дом, улица, люди, ты стреляешь, какие-то сложные штуки, но то, что находится за углом, оно, его нет, его фактически нет, только когда ты повернул за угол, оно подгружается, вот эта вся, как бы, реальность, она, как бы, возникает, так ее нету, потом ты повернул еще куда-то, и опять возникает, возникает вот эта, вот, как будто бы, реальность, которой до этого не было, она была, как бы, в потенциале, но она не была подгружена, то точно так же у человека, он, он видит и думает только маленький кусочек мира, а весь остальной мир у него в подсознании, он, как бы, не подгружен, и когда ты начинаешь думать про будущее, у тебя подгружается оттуда будущее, когда тебе надо принять решение по какому-то вопросу, у тебя подгружаются варианты решения, то, что ты по этому поводу знаешь, то есть мы можем принимать решение только на базе тех знаний, которые уже есть внутри нас, теперь, что дает нам Тора, Тора нам говорит, парни, девушки, мужчины, женщины, евреи, неевреи, подгрузите в себя знания, которые дал Бог, Бог мир сотворил, сотворил, значит, и был такой царь Соломон, мудрейший из людей, он построил первый Иерусалимский храм, он на тот момент сделал Иерусалим самым известным городом мира, в который съезжались 3000 лет назад все цари, чтобы увидеть вообще, что такое мудрость, технология, красота, улицы были мощеные серебром, там приезжали люди, чтобы просто его послушать, он такие вещи знал, что вообще весь мир тогда не знал, и вот он с нами делится в книге Мишли, притчи, он с нами делится, как все работает, и говорит, слушайте и хотите, применяйте, живите исходя из этого знания, не хотите, в начале, в первой главе, откройте первую главу, было написано, что будет, если к этому знанию не прислушаться, он обращался в первую очередь к евреям, и он говорил, что, евреи, вы обязаны, то есть, вас Бог назначил быть священниками, вот есть храм, Тора и так далее, вы обязаны соблюдать, и в первой главе есть, что будет, если не соблюдать, есть про эпидемию, все тут есть, вот просто откройте первую главу и почитайте, что будет, если не соблюдать, прямо написано вот так в первой главе, значит, написано так, он говорит, до каких пор, Птаим, это наивные, будете вы любить свою наивность, и насмешните, будете любить свое насмешничество, а дурати, дурати, это которые, Кселим, это грешники по вожделению, люди, которые живут только ради того, чтобы удовлетворять свои вожделения, ну, физические, да, там, и так далее, до каких пор вы ненавидите, да, от познания, то есть, есть же люди, которые говорят, да, мне вообще ничего не надо пожрать хлеба и зрелищ, пожрать, бухнуть и развлечься, все, так он говорит в начале первой главы, до каких пор вы будете ненавидеть познание, да, познание, вот то, что мы сейчас делаем, это познание, он говорит, вернитесь к моей тохахти, это к моему вещеванию, вернитесь, он говорит, вот я вам, изливаю я вам свой дух, говорит царь Соломон, да, я вам хочу сообщить все, что с вами будет, это первая глава, мы сейчас туда не возвращаемся, но сама технология понятна, что по большому счету выбора нет, или ты живешь правильно, или ты не живешь, то есть все, остальное как бы, вот между этими живешь, не живешь, ну вот все, нет середины, то есть какое-то время ты можешь жить неправильно, но ты как будто выходишь по краю пропасти, и ты в любой момент можешь в нее сорваться, то есть считаю, что, как в Тории написано, когда написано, поставь на крыше ограждение, а то с него упадет мертвый, как может мертвый упасть с крыши, то есть упадет уже мертвый, а потому что тот, кто упадет с крыши, он уже своими поступками предыдущими, он уже мертвый, то есть он еще как бы, он ходит по крыше, но на небе он уже мертвый, потому что своими делами, своими поступками он уже вышел из ряда живых, и все, уже приговор на небе был, и если он уже упал, это просто он совершился в исполнении. Хорошо, вернемся к 12 главе, 12 глава мы сегодня начинаем, написано так, Оэв мусар, оэв даат, тот, кто любит мусар, тот, кто любит увещевание, любит познание. Весунет, охахат, и тот, кто ненавидит увещевание, бар, он невежда, бар это такой невежда, человек, который, ну вот, бар это как, ну такой грубиян и невежда, другими словами. Теперь, здесь используется на русском увещевание, увещевание, это как бы звучит одинаково, но здесь используются два разных слова. Оэв мусар, любящий мусар, мусар это вид увещевания, который построен на страхе, когда человека пугают наказанием, или пугают, или дают ему наказание, да, это называется увещевание с помощью мусара, от слова ли ясер доставлять страдания. Теперь, тохаха, это увещевание, когда человеку объясняют, объясняют ему интеллектуально, как мама говорит ребенку, сколько раз я тебе говорила, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты там вставал вовремя, делал зарядку, застилал кровать, сколько раз я тебе могу это повторять, это хорошо, человек должен быть опрятный, человек должен быть организованный, человек должен быть такой, зарядка это здоровье. Это все увещевание интеллектуальное, она ему объясняет, пытается объяснить. Ребенок сидит на нее, смотрит вот так вот и думает в это время о чем-то своем. Значит, это на него увещевание интеллектуальное не работает. Тогда мама ему говорит, смотри, если ты еще раз не застелишь кровать, я у тебя заберу айпад, заберу у тебя телефон, я тебе там накажу тебя. Папа встает и говорит, видишь ремень этот, я тебя сейчас этим ремнем тресну разок, и значит ты поймешь, что если ты еще раз не возьмешь, не застелишь свою кровать и не сделаешь зарядку, значит я тебя этим ремнем буду бить каждый раз с увеличением силы удара. Понятно? Это называется мусар, увещевание через страх. Мама объясняет, ему пытается логично объяснить, а есть мусар, который через страх. Теперь говорит нам царь Соломон, уэв мусар, тот, кто любит мусар, любит вот эти вот страдания, которые Бог дает, он любит познание. То есть, что это значит? Вот у каждого из нас в жизни есть неприятности, у каждого человека есть моменты неприятности, заболел, страшно. Это уже тоже, ну это как бы, это страдание, да, когда человек в беспокойстве, ему страшно. Есть физическая боль, есть потери, когда человек что-то теряет. И говорит, вот Бог наказал, там хорошо, что взял деньгами. Это называется мусар. Мусар это если человек, это страдание, он его принял как урок, и он хочет познать, как работает мир, он понимает, что Бог ему шлет сигналы и ведет его через вот эти вот желтые сигналы светофора, страдания, он его ведет к исправлению. В этом случае человек, который, например, ну например, возьмем жизненная ситуация, да, человек заболел, заболел он, простудился, болеет две недели, кашляет, все, это страдание. Значит, один человек, он берет этот мусар для себя, да, вот это вот увещевание через страдание. И как оно может быть, что тот, кто любит мусар, любит познание? Он говорит, секундочку, что же это я заболел-то, а? Наверное, у меня с иммунитетом что-то. Начинает гуглить, находит там система закаливания, находит, узнает про иммунитет, погуглил, узнал там про то, как усилить легкие, как усилить там тело, кровеносную систему, все. И он начинает, выздоровел он, поболел две недели, и он через эту болезнь, через это страдание, которое он полюбил, вот этот мусар, он повысил свое познание, даат, и он узнал о теле, о иммунитете и так далее, и он начал что делать? Он начал в этот момент заниматься своим иммунитетом, закаливаться, заниматься спортом, и получилось, что благодаря вот этому мусару он пробудился и стал здоровым человеком. Значит, любящий мусар любит познание. Басунетто хахат бар. А другой человек, он открыл этот же ролик, ему объясняет там доктор Комаровский или какой-нибудь другой доктор, ему говорит, послушайте, если вы хотите увеличивать иммунитет, вы должны гулять, тренироваться, обливаться, закаляться, там и так далее, и так далее. А этот сидит бар, который, ну такой вот, ну дурак такой, да, грубиян, Исунетто хахат, он говорит, да я этого доктора, я сейчас гадость какую-то напишу на него, все, пошел, он еще, он про иммунитет тут рассказывать. Понятно, да? И это называется, что тот, кто ненавидит, тот, кто ненавидит увещевание логически, он так и останется дураком. То есть он дураком останется тот человек, который не готов слушать. Вот мы сейчас, вся книга Мишлей, это то ха-ха, это увещевание. Царь Соломон, обращаясь к нашему интеллекту, он говорит, послушайте, жизнь это как такое путешествие, как Робин Ахман говорил, жизнь это узкий мост, ты идешь в жизни как по узкому мосту. Там опасность, здесь опасность, тут коронавирус, тут экономический кризис, тут люди неадекватные, тут еще больше неадекватные, ну и так далее. То есть человек идет по жизни, он идет как вот по войне. И большинство людей, они пытаются, идя через эту опасную жизнь, просто отвлечься, там убиться, уйти в какие-то интернеты, фильмы и так далее, значит зарабатывать деньги, тратить их на покупки, и так проходит вся их жизнь. Потом они заболевают и умирают. Есть люди, которые хотят познать, это называется высшая ступень потребности человека, самоактуализация. Вот те, кто, я так думаю, на роде Торы, они все по маслу находятся на ступени самоактуализации, понять кто я, зачем я, и вообще для чего вся вот эта вот история, которая вот, она крутится как настоящая, потом бах, и останавливается, и все сидят по домам. У меня, кстати, сегодня в конце скажу, почему, мне кажется, сейчас все сидят по домам. Хорошо, теперь еще раз, первый отрывок. Любящий мусар любит даат, тот, кто любит страдания, он любит познание. Если его страдания направляют на познание, как все работает, и он из-за этого становится, познает волю Всевышнего, познает Тору, познает правильные системы поведения, жизни, здоровья и так далее, это вообще мудрец, молодец, правильно действует. Тот, кто ненавидит увещевание, тот, кто ненавидит советы мудрецов, ненавидит полезные советы, развивающие книги, литературу, психологию, кто не любит учиться, в общем, он дурак. Одними словами сказал нам царь Соломон. Дальше, второй отрывок. Тоф яфик рацон мэашем, вэиш мэзимот яршия. Значит, он говорит так. Тоф хорошо, то есть добро, хорошо, молодец. Яфик рацон мэашем. Тот, кто вытаскивает желание от Бога. Вэиш мэзимот яршия. А человек мэзимот, мэзима это злонамеренность такая, да, который много там высчитывает, считает и так далее. Он делает зло. Сделает зло, делает зло. Вот яршия это в будущем времени делает зло. Значит, смотрите. У каждого человека есть внутри желание развиваться, двигаться. То есть человек не может не двигаться. Каждый человек все время ему что-то хочется. Возьмем мы, вот любого человека возьмем, пока он жив, у него есть внутри вот этот вот двигатель желания, он все время что-то хочет. То он хочет кушать, то он хочет спать, то он хочет идти куда-то, то он хочет учиться, то он хочет цели достигать, то он хочет путешествовать, То есть у человека внутри вот это вот хочу рацион, это его движок. Дальше, когда у человека есть какое-то желание, на это желание надевается его система, вот эта модель мира, и он начинает думать, как это желание реализовать. У многих людей модель мира состоит из простой такой шлагбаума, который ему говорит же человеку, хочется, перехочется, у тебя не получится, все опасно, шансов нет, забудь. Лучше, лучше хоти то, что у тебя есть, не лезь, это не твое. Сколько раз ты пробовал, сколько ты пытался, хватит, ничего не получится, мир, место, в котором только надо родиться в счастливой семье, под счастливой звездой и так далее, ты уже неудачник, все, обломайся. Это у многих людей, у большинства вот такая модель мира. Теперь у других людей, у них модель мира другая, они говорят, так, я хочу это, как я могу это сделать? У кого-то модель мира, надо зайти в гугл, он гуглит, как это сделать? У кого-то модель мира, надо вначале сделать, потом посмотрим и так далее. То есть каждый человек, когда у него появляется желание, рацион его, да, желание, он по-разному в своей модели мира к этому относится. Есть люди, которые сразу начинают реализовывать. Вот у меня вчера был такой интересный звонок, мне звонит один человек и говорит, вот, он такой очень влиятельный, очень такой прямо деятель такой, деятель страшный вообще. Вот он просто любой проект двигает там в три секунды. И он мне звонит друг, а он мультимиллионер такой, ну, то есть очень богатый. Он мне вчера звонит и говорит, ты знаешь, я что сейчас подумал? Вот Бог же с миром сейчас что-то такое делает, мир трясет и все такое. Это значит, что скоро приход Машеха. И он подумал, говорит, давай что-то сделаем такое большое, классное, такое, чтобы в интернете, сейчас все сидят в интернете на карантине, все должны учить Тору, давай что-то сделаем там, все. А я ему говорю, мы уже делаем, у нас есть Ваикра, мы как раз миру сообщаем о Боди, у нас есть 100, уже больше 100 раввинов, которые пишут, проводят уроки там и так далее. То есть мы как бы стараемся уже это делаем. Он говорит, не может быть, все, расскажи как. Я говорю, хорошо, я расскажу. Значит, я тут же сажусь, ему делаю презентацию, презентацию, как, что мы делаем, сделал презентацию удобную на компьютере, видеопрезентация, такая все красивенько сделал, послал ему вчера. Это было вчера вот вечером. И говорю, вот так и так, если приложить туда вот такие-то усилия, финансовые усилия и так далее, можно это сделать, ну, намного более мощно, красиво, ярко. То есть можно это увеличить, улучшить и сделать. Он мне отвечает буквально через там час, я готов участвовать и так далее. То есть он вообще не ждет. У него есть идея, он сразу обращается к кому-то, кто по его мнению может. Дальше тут же он получает ответ, тут же принимает решение. То есть есть у людей такая схема. Поэтому он благодаря этой схеме, он и достиг тех результатов, которые у него есть сегодня в жизни. Теперь большинство людей, каждый живет в своей модели мира. В этой модели мира человек вначале думает, принимает решение, а потом он реализовывает с помощью того, что он умеет делать. То есть каждый из нас умеет как-то действовать в этом мире. И то есть в начале модель мира, там человек принимает решение, как реализовать свое желание. Желание у всех одинаковое, это пирамида Маслоу. Вначале физиологические желания, потом безопасность, потом принадлежность к какому-то обществу, потом лидерство в этом обществе, потом самоактуализация, кто я, зачем я и философия. Получается, что, но когда есть желание, дальше у человека эти потребности, они у каждого, они попадают в разную модель мира, в систему убеждений, как надо действовать и как работает мир. Потом, когда человек в этой системе убеждений принимает решение, то тогда у него включаются его схемы действий. Так вот, второй отрывок говорит нам царь Соломон. Он говорит нам следующее. Тоф яфик рацион миаше. Он говорит, самая лучшая схема для человека, это вытаскивать свой рацион, свое желание от Бога. Что это значит? Это значит, что у каждого человека есть его желание, а есть желание Бога, выраженное в Торе. Например, возлюбив ближнего, как себя, значит делать, то все, что мы учим, это желание Бога. Поэтому, когда человек решает, какое из своих желаний реализовывать, царь Соломон ему говорит, то хорошо вытащить свое желание из желаний Бога. То есть, то свое желание, которое совпадает с желанием Бога, это лучшее желание. Почему? Потому что у тебя сразу партнер Бог, то есть ты вместе с ним начинаешь делать что-то. А что Бог хочет? Улучшай мир, приноси пользу людям, духовно развивайся, выполняй заповеди. Все. Желания Бога, они четко изложены в Торе. Теперь, то хорошо, когда человек вытаскивает желания из Бога. Но есть другие люди, они говорят, секундочку, секундочку, а что я буду в жизни делать? То, что я хочу? Какой Бог вообще? Какой Бог? Зачем мне Бог? Я сам все придумаю, говорят люди. Зачем мне нужна помощь Бога? Молиться, просить. Я сам умный, я красавчик. И они начинают выдумывать. И вот как только такой человек, который начинает меземот, он начинает выдумывать, высчитывать, строить комбинации. Рано или поздно он натыкается на кого? Ну, натыкается. Во-первых, он обязательно согрешит. То есть, если ты идешь против Бога, то ты уже грешишь. То есть, ты вместо того, чтобы идти в резонансе с Богом, ты начинаешь воевать с хозяином мира. То есть, сам факт, что Бога нет, когда человек утверждает, и я буду жить сам, это уже является злом. Потому что Бог есть. Это называется кафу и тува. Она, это человек, который неблагодарный. То есть, тебя Бог сотворил, Бог тебе дал жизнь. А ты, вместо того, чтобы сказать ему спасибо, ты говоришь, тебя нету, это уже зло. Дальше. То человек, который отрицает Бога, он, естественно, отрицает и систему координат, которую Бог установил. Естественно, для него, когда кто-то из людей начинает ему перечить, то если я в своем мире Бог и Царь, я сам устанавливаю правила, то я могу любого человека, кто против меня, обмануть, могу его сломать, могу с ним воевать и так далее. То есть, получается, что тот человек, который вытаскивает свое желание из желаний Бога, это отлично. Бог с ним в резонансе. А тот, который Ишм и Зимот, тот, который человек злонамеренный, он обязательно, он сделает где-то зло. А если он сделает зло, то ему будет капец. Все. Вот это то, что мы сегодня выучили. Завтра мы продолжим, потому что завтра тоже интересное продолжение этой же идеи. Все. Давайте сделаем выводы. Вывод такой. Бог с нами разговаривает через события. И сейчас события, что нас всех загнали по домам. Именно так было в месяце Ниссан. В месяце Ниссан было, когда евреи выходили из Египта. И была казнь, тьма, когда все должны были сидеть по домам. А потом Бог сказал всем, садитесь все по домам, и сейчас я приду, и пройду я по Египту, и все увидят, что я Бог. И когда это было, это было 14-го Ниссана, осталось буквально несколько дней до, 10 дней осталось до Песока, получается, да? 10 дней осталось до Песока, как раз до той самой ночи, когда Бог сказал, все сесть по домам евреям, отметьте на домам, помажьте ко сети кровью жертвоприношения, вот этого ягненка, которое было. И сидите дома, никуда не выходите. А я Бог, я пройду по земле египетской, я покажу, что я Бог. Те, кто меня отрицали, они увидят, что я Бог. В эту ночь как раз умерли все первенцы египетские, и это была последняя десятая казнь первенцев. То есть Бог показал, насколько он находится внутри мироздания, и насколько он может отличить первенца от непервенца. Это как раз вот эта вот генетическая, молекулярная история, которая сейчас вся происходит, когда десятая казнь из египетских казней была казнь первенцев, когда умирали именно первенцы. И отличить это, даже фараон, он оставил одного первенца фараона, да. Он его оставил, чтобы показать, что он Бог, что даже здесь он не просто когда-то сотворил мир, не просто он когда-то это все сделал, он здесь, он с нами, и он прям внутри каждого. И вот этот вот коронавирус, это конкретно посланец Бога, которым Бог тоже управляет, Бог всем управляет. И сейчас, как когда-то в Египте, мы все сидим по домам и ждем, что будет. 14-го Ниссана будет какая-то очень интересная история. Вот прям ночь Песоха будет супер что-то интересное. Ждем прямо, занимаем лучшие места на карантине, и готовимся к Песоху очень серьезно. Надо подготовиться. То есть конкретно надо подготовиться к Песоху очень сильно. Духовно, физически и материально. Все. Всем удачи, успехов, прекрасного дня.